Добрый день! В прошлый раз я немножечко спустил на тормозах в тот момент, когда мы с вами настраивали две сетевые карточки. Сейчас мы этот момент немножко уточним. Тут именно вопрос настроек DNS сервера. После чего установим DNS сервер Bint и создадим парочку базовых таких конфигураций. Итак, в прошлый раз мы остановились с вами на том, что у меня есть с вами два сетевых интерфейса. Один смотрит локальную сеть IP-шник 01, другой смотрит у меня якобы в интернет, то есть он смотрит мою реальную физическую сеть и смотрит на роутер. Мы с вами посмотрели то, что файл etc.resolve.conf, который содержит настройки DNS, в данный момент содержит только DNS сервер 127.001. Значит 127.001 у вас, я напоминаю, взялся у нас из файла etc.network.interfaces. Мы указали то, что у нас у первой сетевой карточки статический адрес 01 и DNS сервер 127.001. Тут такое дело, если мы указываем то, что у нас адрес DNS сервера 127.001, то есть наш сам компьютер является своим, собственно, DNS сервером, то у нас resolve.conf везет себя так, что она не видит второго DNS сервера, который у нас прописан на второй сетевой карточке. То есть в данном случае у меня ставит настройка второй сетевой карточки Auto Ethernet 1 интерфейс Ethernet 1 интернет DHCP, то есть получает настройки по DHCP. Но тот DNS сервер, который получается по DHCP, у нас не виден в данный момент. И поэтому, если я захочу пинговать, допустим, Яндекс, он мне пишет то, что он не знает такого узла, при том, что вторая сетевая карточка спокойно подключена к интернету. Значит, из этой ситуации у нас есть два с вами выхода. Первый выход. Мы сможем с вами взять наш вот этот вот Network Interfaces, только надо от суперпользователей его взять, отредактировать и сказать то, что у нас у первого DNS сервера адрес, допустим, ну тот же самый, только 192.168.0.1. То есть не 127.0.1, а 192.168.0.1. То есть он является сам своим DNS сервером по этой сетевой карточке. Это не совсем корректно, но нам нужен сейчас просто выход в интернет. После того, как мы с вами выйдем в интернет, настроим все сетевые пакеты, мы здесь можем вернуть по 27.0.1, и все будет прекрасно работать. Значит, это первый вариант. Escape ZZ. Нет, перезапускаем службу сети, проверяем Resolve Conf, и видим то, что у нас теперь видны оба DNS сервера. И 0.1, и 97.1. 0.1 это моя вот эта виртуалка, 97.1 это мой реальный Wi-Fi марсутизатор, который у меня здесь есть в локалке. Второй вариант, который мы могли бы с вами сделать, это, ну давайте тоже его сразу попробуем. Давайте я верну вот здесь вот адрес DNS сервера 127.0.1. И я вам говорил то, что есть у нас такая директория, где лежат настройки этого самого резолва. ETC, Resolve Conf, Resolve Conf Directory. И здесь есть файлы Base и Head. Еще здесь бывает файл Tail. Мы можем сами его создать, к слову, давайте мы его создадим. И в него допишем то, что будет у нас появляться. Заодно проверим, почему у нас здесь этот Tail не появился. Прямо здесь я пишу SuperUser Do, V, Tail, хвостик. То голова. Голова это то, что будет писаться в начале файла конфигурации DNS. Хвост это, соответственно, то, что будет писаться в конце файла конфигурации DNS. Попробуем и скажем, здесь напишем Name Server 192. Сейчас, секундочку. 192.168.97.1. Это не очень правильно, потому что если у вас настройки-то даются второй с твоей карточке через DHCP, если там поменяется DNS сервер, здесь он автоматически не поменяется. Потому что здесь вы вбиваете вручную. И для того, чтобы увидеть то, что это работает, не знаю, зачем я здесь поставил пробел. И еще какой-нибудь Name Server левый спишем. Google, например. 8, 8. Да, блин, что я 8 попасть не могу. 8, 8, 8. Escape, ZZ. Для начала перезапустим службу сети опять, чтобы настройки сетевых интерфейсов сменились. Не то делаю. Service Networking Restart нас интересует. Вот она. Отлично. И теперь мы можем попробовать посмотреть Resolve Conf, как выглядит. И видим то, что у меня и первый DNS сервер 127.001 остался, и вторые два, которые я прописал в файлике хвост, у нас появились. То есть у нас работает и первый вариант, и второй вариант. Опять же, нам это нужно все исключительно для того, чтобы скачать необходимые пакеты. Проверяем, появилась ли у нас связь с Яндексом, например. Вот у нас и связь пошла. То есть DNS сервер смог превратить узел Я.РУ в IPшник 93.158.134.3. У меня есть интернет. Все прекрасно. Нажимаю я Ctrl-C. И теперь для дальнейшей работы нам нужно с вами установить пакеты. Пакеты, которые необходимы для DNS сервера. Значит, есть куча различных реализаций DNS сервера. Самый распространенный сервер это Bint9. Пакет Bint9. Они уже выпустили после этого Bint10, который совершенно другая реализация DNS сервера. Там она целиком и полностью, по-моему, написана на питоне. Очень интересный продвинутый пакет. Но после того, как они его выпустили, они все равно признали то, что 9 бинт является самым распространенным. И 10 бинт вообще передали куда-то в сторону на разработку. Он называется не помню как. Но он, в общем, не Bint10. Его невозможно даже через AppGet найти. Есть еще пакет, допустим, DNS-маск. Есть куча различных реализаций простых DNS серверов. Например, те DNS сервера, которые просто прослушивают запросы из локальной сети и передают дальше провайдеру, маршрутизатору и так далее. Самый все-таки популярный Bint9, поэтому будем ставить его и работать с ним. И кто-то просил меня из слушателей Bint10 рассказать, но по нему так мало информации, его так тяжело сюда запилить, что я думаю, это бессмысленно. У нас все-таки практические занятия. Супер юзерду. И вот он у нас, пакетик Bint9. Я думаю, мы даже успеем его с вами сейчас настроить. Я хотел на два занятия разбить, но время вроде бы у нас есть. По крайней мере, начнем. Значит, все, интернет мне больше не нужен, поэтому давайте я сейчас поудаляю все, что я там понасоздавал лишнего в этих директориях. Прям сделаю RM. Да просто, RM зачем мне содержимое? Файликотейл. Отлично. Теперь его больше нету там у нас. Сделаю обновление конфигурации DNS. Это resolve.conf с ключом update. Проверяем через cat.etc.resolve.conf, какие у нас теперь настройки DNS. Видим то, что вернулось все в то состояние, которое у нас было в конце прошлого занятия. У нас один name server 127.001. И снова нету связи с интернетом. Пока еще. Нам нужно настроить сервер Bint, чтобы связь появилась. Значит, все зоны будем настраивать на следующем занятии. А сейчас, наверное, давайте просто настроим основную конфигурацию. Время, потому что есть. Значит, я перейду опять в домашнюю папку, чтобы командная строка не была такой длинной. Почищу экран. Все настройки у нас находятся в папке etc.bint. Вот эта папка Bint. Это наш DNS сервер. И здесь много-много всего. Нам сейчас этим всем заморачиваться особенно не нужно. Здесь есть настройки по умолчанию. Здесь есть настройки зон по умолчанию. Есть здесь основной файл. Это named.conf.options. Named это name.demon. Демон имен. Сервер DNS. Мы пишем superuser.do, текстовый редактор.v, наш любимый. Named.conf.local. И здесь... Только не local, а options мне нужны сейчас. Local, для чего я расскажу потом. Здесь у нас настраивается наш DNS сервер. Здесь опять-таки все подробно написано. У нас практически лист. Я рассказываю основные моменты. Это не теоретическое занятие. Когда мы доберемся в умолчании до DNS серверов, там мы будем подробно все это рассматривать. Здесь стараемся кратенько запускать основные моменты. Итак, первый вопрос это forwarder. Forwarder это куда переадресовывать запрос, если наш локальный DNS сервер не может его разрешить. То есть в данном случае, например, это узлы интернет. Если наш локальный DNS не может ничего найти у себя, я попрошу его переадресовывать все моему рутеру. 192, секундочку, 192, 168, 97, 1. Опять же, я могу указать гугловский DNS, могу указать DNS сервер провайдера, что угодно. Будет работать. Указал forwarder и далее я могу вот здесь вот внизу DNS sec. Это настройки, есть такие специальные настройки DNS sec. Есть протокол DNS sec, который позволяет защищать зоны DNS, DNS запросы шифровать, пусть остается в авто, нам это все не важно. Мы можем сказать listen on, по каким слушать сетевым карточкам. Опять же, если у нас с вами DNS сервер смотрит сразу в две сети, как у меня, в интернет и в локальную сеть, то вам не нужно, чтобы он у вас разрешал запросы, которые к нему будут приходить из интернета. Он не сможет, конечно, сам по себе маршрутизировать из интернета в локальную сеть, для этого нужен маршрутизатор, но он сможет отвечать на запросы. А это не очень хорошо с точки зрения безопасности. Поэтому лучше сказать ему listen, слушай on, фигурная скобка, слушай по адресам. И указываем, по каким адресам. Ну, 127.001, пусть он сам себя слушает прежде всего. Точка запятой. И пусть слушает по той сетевой карточке, которая смотрит в него в локальную сеть. 192.168.01. Точка запятой. Закрыть фигурную скобку. Точка запятой. Вот этой конфигурации нам будет сейчас достаточно. То есть, у нас сейчас DNS сервер слушает по одной сетевой карточке. И все, что он не понимает, он переадресовывает дальше. Escape. ZZ. Попробуем стартанем Bint вот с этой конфигурации. Он, конечно, может не завестись, потому что я ни зоны настроил, ничего не настроил. Я хочу проверить, заработает ли форвардер. Super user do. Service. Ой, знаете бы, как он у меня. Named называется. Или Bint. По-моему, Bint 9 в Ubuntu. Bint 9. Start. В некоторых называется Bint. В дистрибутивах в некоторых. Named. Вроде завелся. Попробуем. Посмотрим. Service Bint. Status. Да, все прекрасно работает. И попробуем, например, тот же самый Яндекс. Пинг. Пинг. Яру. Прекрасно. Пинг пошел. Увидели, только что он не шел, потому что у нас с вами файли .etc.resolve.conf, только 127.001 был адрес. Но мы с вами настроили простейший сейчас DNS-сервер Bint, который просто тупо все запросы пробрасывает дальше моему маршрутизатору. И поэтому у нас есть связь уже с узлом Яндекс. То есть, как минимум, пересылку мы настроили. Наверное, хватит на сейчас. Хочу я пойти пообеду. Значит, с двумя сетевыми интерфейсами мы разобрались. С настройками DNS разобрались. Быстренько установили DNS-сервер Bint. Настроили его основную конфигурацию. Проверили, запросы вам пересылает. В следующем видео будем настраивать уже наши локальные зоны, чтобы наши узлы в локальной сети могли быть видны на этом DNS-сервере.